всем огромный привет сегодня я еду в венеции на историческую регату я уже готова видите я в теме праздников в теме венеции вот сейчас я вам покажу перед отъездом что я обычно беру с собой в короткие поездки по италии и так у меня сюда с собой зарядка переносная это дополнительная батарея хватает примерно на две зарядки это платочек чтобы протирать камеры на телефоне конечно же фотокамера камила мне вчера дала дождевик потому что погоду обещают не самую лучшую это селфи-стик но я его использую больше как стабилизатор либо когда неудобно телефон все время убирать в карман я прикрепляю на этот селфи-стик снимаю видео наушники блеск для губ очень люблю кларанс карта карта фреша по ней я покупаю билеты то есть коплю пункты платочки и вот такой распечатанный билет говорят в принципе билеты которые вы купили онлайн можно не распечатывать а показать например их в приложении либо то что вам пришло на почту сам файл но я никогда не надеюсь на технику и всегда распечатываю билеты беру с собой и забыла показать самое главное это мой любимый рюкзак от бренда к ченнели очень классно мне нравится вот это вот здесь деньги чтобы купить билет вот этот вот кармашек он очень удобно сюда прекрасно помещается книжка из серии вот вот этих вот карманных книг которые в мягком переплете вот такое оформление внутри еще у меня с собой всегда жидкость для линз не жидкость капли вот ну и что там еще есть это мне такое кошелечек для документов тоже от к ченнели вот здесь мои визитки и документы очень удобно но надо цвет кошелька поменять говорят красный кошелек приносит доход деньги к деньгам но она не давно хотела и прочитать обычно в поезде я работаю на сегодня решила дать себе немножко отдых на мне кроссовки new balance джинсы из zara тельняшка ос курточка патриция пепе вот я и на станции верона порта новая сейчас пойду покупать билет на региональный поезд и обязательно покажу но у меня еще уже есть нас на канале видео как покупать билеты в автоматах но сейчас покажу кусочек приносит об помощи нового мая визитки и зак Belarus зала на региональный поезд и контроль свою изменить в том possible качества также то, что здесь есть документы и справа, приносит маршрут в немедлення со старается рыбки и конулаву и опускаем движение следуета вторая сейчас, приносит к разговоре и об этом порядке на региональность что нужнои оформлять передачателем в пазани за него измени — заявления поднимете разумматривать видео «пазани» — след WORSDок поднимите hair» — это кроссовок автоматтера — следить И сейчас нам нужно прокомпостировать этот билет. Вот в артифлозе мы что-то. И мы компостируем билет. Вот так легко и просто можно купить билет на региональный поезд. Ну и на любой другой поезд, на станции в Италии. Поэтому мчу на свой поезд в Венецию. Несмотря на то, что я еду на очень важное мероприятие для жителей Венеции, в поезде практически никого нет. Поэтому, если вы не успели на карнавал, приезжайте в начале сентября в Венеции. Когда вы покупаете билеты на поезд в Венецию, то вы узнаете, что есть две станции. Венеция-Местре и Венеция-Санта-Лючия. Так вот, вам нужно покупать билеты до Венеции-Санта-Лючия. Это конечная станция. Дальше поезды они идут, поэтому вы не потеряетесь. И точно не пропустите свою станцию в Венеции-Санта-Лючия. Ну вот я в Венеции. Сейчас бегу навстречу с Олей. Вот, и с ее замечательной семьей. Мы вместе будем смотреть регату. С Олей мы знакомы уже второй год. И я ее обожаю. Большая ремарка. Если вы хотите воспользоваться услугами дамской комнаты, то на станции Санта-Лючия она есть. Рядом с первой платформой стоит 1 евро. Потому что общественных туалетов в Венеции не так много. По-моему, всего 9. Вот, поэтому знайте. В Венеции безумно жарко. Посмотрите, какая разница. Ездит час. В Вероне прохладно и пасмурно. А здесь ярко светит солнце и жарко. Сейчас я вам покажу, как можно избежать невероятной толпы в Венеции и увидеть красивый район. Заодно один из моих любимых – Канарейджи. Что ж, вам нужно перейти вот этот мост и вот где фундаменты и пункты повернуть налево. Здесь обычно, вот на этом уголочке, на рыбный рынок. Сегодня его нет. И вы идете прямо, потом сворачиваете в переулки и таким образом вы выйдете в гетто. Вы решите внимание, в каком красивом здании расположен супермаркет. Сюда вы можете зайти и купить, например, водичку. Это будет дешевле. Здесь нельзя снимать, но я пойду на это выступление, потому что хочу показать вам эту красоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, не получилось у нас посмотреть именно историческую процессию, потому что все места вдоль Гранд-канала заняты. И поэтому мы в одном палаце чуть-чуть посмотрели, потому что там был открыт балкон. И я вам это покажу, но, наверное, надо будет приезжать в следующем году и покупать билет на трибуну. В этом году билет стоил 60 евро, а для жителей Венеции резидентов 30. Поэтому перенесем на следующий год. Но надеюсь, что мы сегодня увидим соревнования между гондольерами, поэтому смотрите дальше. Традиционный обед в Венеции, лично мой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в гостях у Оли, сейчас у Оля, ее мужа Анжела, он гондольер, и с нами Лёва, Лев Джакумов. Вот, мы с ними смотрели регата с Ториком. О! Кстати, Оля знает о Венеции, очень-очень много интересных, интересной информации, очень классных мест, далеко не туристических, поэтому если вы будете в Венеции, то можете обратиться к Оле, да, Оль? Спасибо! Смотрите, какая красивая семья! Лёва! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончился этот день в Венеции, было очень классно. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и отмечайте колокольчик, чтобы всегда знать о выходе новых видео. До новых встреч! И что касается погоды в Венеции, Филиппо сказал, что венецианцы, скорее всего, как и русские, научились разгонять тучи, поэтому песня «Я тучи разгоню руками» стала актуальна и для Венеции. Ну всё, на этом пока! Субтитры сделал DimaTorzok